Вчера в социальных сетях АТВ мы провели опрос среди подписчиков и задали всего один вопрос. Какие маршрутки плохо ходят? Ответы нас удивили. Как можете видеть, варианты самые разные. И проблемы есть на всех маршрутах. И вот как бы с 20-го, я иногда с 71-й, сижу по 35-40 минут, жду я. Даже, которые маршрутки раньше плохо ходили, по 2-3 могут пройти мимо. Уже по такому кругу. А наши все плохо ходят. 50-й, 29-й. Раньше у них был небольшой перерыв, а сейчас что-то личное. Приходится ждать по полчаса. В 40-й ходе очень плохо. У нас 40-й квартал, 102-й, 105-й, 113-й. Они расстроились. Получается, уехать туда невозможно. Все время пико. И с утра уехать сложно. Вот на работу когда ты едешь. Сейчас пока лета, школьников нет, ты можешь сесть маршрутку. А вечером уже, а когда, вернее, начнутся сезоны школьников, это уже все. Это будет сложно уехать. Недовольных горожан много. Но и у водителей есть свои претензии. Очень много машин уходит с маршрута. Потому что работаем ради бензина, ради соляра, ради топлива. Запчасти дорожают, все дорожает. Проезд 25 рублей, но это необоснованная цена. К тому же автобусы, как вы видите, не новые у всех. Кто-то на ремонте стоит. А стоят долго, потому что они фактически не могут себе позволить купить дорогие запчасти. Обеспечьте нам современными, я не знаю, техническими способностями, на которые мы сможем, допустим, хотя бы обеспечивать себя бензином, ГСМом. Ну, не обязательно бензином там. Просто ГСМ, скажем так. Чтобы мы могли беспрепятственно себе это покупать, тогда у людей стимул будет работать. А так люди сейчас уходят работать, я не знаю, за 50 тысяч в месяц уезжают куда-то на Сахалин, бросают семью. Потому что здесь ему и автобус ремонтировать, и, я не знаю, ну, много здесь взносов, всяких поборов там и так далее. Агентство дорожной информации «Радар» проводило обследование пассажиропотока и выработало определенные рекомендации по построению транспортной сети города Улан-Удэ. В соответствии с этими рекомендациями мы будем модернизировать транспортную сеть. Комитетом зафиксировано за последние два года уход порядка 30% частных перевозчиков. В настоящее время принимаются меры по закупке автобусов для муниципального предприятия, городские маршруты. Первая партия автобусов поступит в город Улан-Удэ уже в конце августа. Это 11 автобусов большой вместимости. То есть они будут направлены на те направления, такие отдаленные микрорайоны, как Левый берег, микрорайон Загорск, сотые квартала. Первая партия автобусов поступит до конца августа. Глеб Кайгородцев, Олеся Сергеевич, телекомпания АТВ. Глеб Кайгородцев, Олеся Сергеевич, телекомпания АТВ. Продолжение следует...